Месть – это агрессивное действие в сторону другого, способ наказать обидчика, чтобы идея справедливости восторжествовала, потому что, конечно же, в основе будет стоять идея справедливости, равенства и братства. Инстинктом, да, инстинктом в том числе. Идея равенства и братства, в свою очередь, будет держаться на очень детских чувствах – зависти, ревности и обиды, таких незрелых чувств. И посмотрите, очень причины такие обычные, самые-самые пресловутые и банальные. Это какие-то споры на работе, склойки, офисные склойки, соседские драки, кто кому накакал в сковородку. Я жила в свое время в коммуналках, многие в Советском Союзе жили в коммуналках. И у нас нельзя было оставить кастрюлю, потому что в нее могли кинуть с расчески волосы или подмести пол совком туда, насыпать вот этот песок. А также они какали в сковородку друг к другу. Приходят, и там кто-то накакал, открывают сковородку, там какашечки лежат, жарятся. Такая была веселая история. Далее чувство достоинства, задето у человека чувство достоинства. Встречает меня мой, не встречает, а звонит мне один одногруппник мой, говорит, Вероника, пойдем пообедаем, я за тобой сейчас заеду. Отлично, пойдем пообедаем. Посмотри, какая у меня машина роскошная. Я говорю, да, шикарная машина. У меня сейчас своя большая фирма, я вообще так разбогател, я женился. Слушай, молодец, молодец. Вероника, помнишь, лет 10 тому назад ты мне сказала, что я маленький кусочек говна, который никогда ничего не добьется. Помнишь? Я тебе такое сказала, прости, дружище, прости. Я даже не могу, а я правда, я и не помню, чтобы я ему такое говорила. Видите? Все, вот все возможно. Посмотрите, какой был конструктивный способ реагирования у человека. Далее любовные треугольники. Брошенный он, брошенная она. Она пытается мстить друг другу. Самые-самые-самые-самые простые вот такие моменты. Как желание мести проявляет себя в теле. Посмотрите, человека переполняет чувства ярости вместе со всеми этими детскими чувствами. Его сознание сужается. Через призму начинает он мыслить исключительно вот этого действия. Сцены этого возмездия, чтобы справедливость отстрожествовала, наполняют его голову. И он все дальше и дальше и дальше отходит от этой реальности. Он очень страдает. Так, конечно же, ему надо отреагировать. В противном случае он получит психосоматические заболевания. Однако, чем выше будет уровень вашего интеллектуального, эмоционально-психологического развития, тем ниже будет потребность мстить. И тем реже будут всплывать детские способы реагирования. Такие как зависть, обида и ревность. Вот кто очень длительно ходил на психотерапию, сейчас прекрасно понимает, о чем я говорю. Прекрасно понимает. Это все меняется. И все же, если ваш внутренний ребенок пострадал, особенно старые детские обиды, их непременно нужно отреагировать конструктивно. Не деструктивная месть, когда я накакал тебе в сковородку, ты накакал мне, я накакал тебе, ты накакал мне. И так и какаем друг другу в сковородку. А конструктивно. Также это может, я накакал в сковородку, и я виноватым себя чувствую. Или я накакал в сковородку, меня в тюрьму посадили за это. То есть деструктивная месть несет в себе всегда последствия. На то она и деструктивная. Месть должна быть, если уж она есть. Если уж она есть. Она должна быть, если она есть. Если есть, это потребность. Также смотрите, непременно, мои техники работы с обидой. Очень полезные штуки. Непременно нужно отреагировать, если такое имеется. Такое очень конструктивное. Например, для любовных треугольников. Девочки меня просто засыпали вопросами вот именно любовного треугольника. Девочки мои любимые. Смотрите. Конструктивный способ реагирования какой. Во-первых, осознать, что вообще сейчас происходит. Чего я хочу, чтобы было как в итоге. Как правило, все банально очень хотят. Я хочу, чтобы у него все это было плохо. Чтобы он таким бомжом приполз несчастным. А я бы вот так прошла, ему там 100 рублей подала и дальше бы пошла. Все хотят что-то такое разрушительное. А давай мы с тобой посмотрим, как можно это сделать красиво. Как можно это сделать конструктивно. И вы прописываете это буквально по пунктам. Свои конструктивные способы отреагирования. Ну, например, чтобы он пришел в конце и сказал. Как жаль. Какой я был дурак. Ведь ты же этого хочешь, чтобы он понял. Как он пожалел о том, что он тебя отверг. Значит, стандартный способ конструктивного отреагирования. Я сейчас буду еще красивее. Я сейчас буду зарабатывать много-много-много денежек. Сама буду зарабатывать. Я уеду в теплые края жить туда, на океан. Помнишь, мы мечтали с тобой там жить вместе. Так вот я жить там буду с мужчиной, который будет моложе, чем ты. Вот это конструктивный. Пусть и детский. Конечно, он будет держаться на детских чувствах. Но все-таки отреагирование. Следующий момент осознания. Осознание должно произойти обязательно осознание того, что происходит прежде всего. Потому что очень часто люди реагируют бессознательно. А это самое ужасное. Пара может прожить в браке, бог знает, сколько лет. Она мстит ему, отказывая ему в сексе. Он мстит ей, отказывая ей в деньгах. Без конца. Поэтому самое главное – это осознать, а что вообще сейчас происходит. Без этого, конечно же, никуда. Следующий момент – это ваши вопросы. Быстренько пробегаюсь по вопросам. Я просто от лампочек очень плохо вижу. Можно ли мстить самому себе? Можно мстить самому себе, но это будет называться наказание. Наказывать себя, самонаказание, аутоагрессия, направленная на себя. За что? Обычно это бывает бессознательно. Человек ломает руки, ноги, он ощущает какую-то виновность. Это непременно нужно осознавать и прорабатывать. Следующее. Почему мы рады, когда обидчику плохо? Почему мы рады? Потому что мы в своей базе, мы все крайне эгоистичны. Как маленькие щеночки, которые давят друг друга лапками, когда подбираются к материнской груди. Им всем наплевать. Лишь бы мне добраться до этого вкусного сосочка. Соответственно, с людьми все то же самое. На медвежь инстинкты прежде всего мы думаем только о себе любимом. Ну, это нормально в каком-то смысле. Что если ты несчастлив, если ты со мной не будешь, не будь счастлив ни с кем. Понятно? Как выйти из порочного круга, когда он мстит мне, а я ему. Он мне, а я ему. Я вам расскажу вот такую быстренькую историю. Ваша история держится на невротической связи. Вы пытаетесь отработать свои детские сценарии. Он свою травму, а вы свою. И вся ваша связь держится на неврозе. Как только вы вылечитесь, вы не будете нужны друг другу. Не будете. Это попытка доказать, что я любимая, я хорошая, я лучшая, я нужная. А он вам показывает. Нет, это не так. А вы, ну как, как это не так? Это так. Я тебе сейчас отомщу, ты поймешь, что это так. Это я объяснила, да? Угу. Следующий момент. Так, ничего не вижу уже. Все. Как вернуть себе силы от обиды и желания мести? Потому что это очень разрушает, как вернуть себе силы. Также вот, если не помогает конструктивный способ реагирования, смотрите мое видео относительно техник работы с этой обидой. И, конечно же, действительно, сила забирает это очень жутко. Это должна быть длительная психотерапия. Потому что вот этот процесс, он на самом деле очень длительный. И часто слышишь, отпусти, отпусти, прости его. Это говорит о том, что не чувствуй вот это, чувствуй, а чувствуй другое. Но это невозможно. Поэтому любая психотерапия направлена на то, чтобы человек осознал, отреагировал, а уже только потом отпустил. Только потом. Клиент очень часто говорит, я простил своего отца. Но я на него не злюсь. Просто я хочу убить всех тех других людей. Посмотрите, как работает смещение. Это называется, я запретил себе злиться на отца. Так вот, ему надо осознать, что он злится на отца. Ему нужно отреагировать. И только тогда уже простить. Ну вот и все на сегодня. А я жду вас на своих консультациях по скайпу. Спасибо.